Далее, на что еще хочу обратить внимание, делать или не делать вот этот фиксатор, для чего он нужен и как им пользоваться. Ну, в принципе, этот фиксатор не дает при закрутке валюты раскручиваться окончанию, за него можно цеплять гусиную лапку при обратном завороте. Что еще? Удобно фиксировать клином или флажком начало заворота. Какие минусы в нем? Минус единственный, не закрутишь целиковый прут, то есть надо вытяжку или гусиную лапку или вытяжку. То есть валюта с заворотом, как сказать, шарик, бульбашка. Ну, все, наверное, поняли, о чем я вам говорю. То есть на таком кондукторе ее не закрутишь. Ну, надо как-то выбирать. Я ими редко пользуюсь, такие валюты использую. Но если все-таки они проскочат, то есть ничто не мешает мне срезать этот фиксатор, сбить, а потом приварить опять. Поэтому я как бы делаю сразу с фиксатором. Ну вот смотрите, на вилке я закрутил вот такую заготовку из полосы на холодную. Немножко уменьшил вот это расстояние. То есть будет более крутой заворот. Теперь я обрежу примерно вот здесь. Видно? Видно. И приварю на кусок листа снизу. Профильная труба 30 на 30, чтобы входила и фиксировалась в квадратном отверстии наковарина. Сейчас как бы займусь этим. Ну вот заготовки я нарезал. Кусок квадрата, кусок листа двойки вполне достаточно. И сама наша валюта из полосы. Теперь осталось это дело все приварить. При сварке на что опять же следует обратить внимание. Варить кондуктор нужно изнутри. Изнутри. То есть чтобы шва не было по ходу закручивания прутка. Потому что опять же при закрутке прут будет попадать на швы. И будет искривляться при закрутке опять лишняя рихтовка. То есть варим изнутри. И у нас снаружи получается по ходу закрутки прута у нас нет никаких швов. Опять же можно не обязательно варить сплошняком. Можно прихватками. Но есть несколько ключевых как бы точек. Которые следует проварить хорошо, тщательно. То есть это окончание кондуктора. Самое начало кондуктора. И вот это критический радиус. То есть самые большие нагрузки. Это здесь, здесь и здесь. Показываю поближе. То есть самые большие нагрузки на начало валюты. Конец валюты. И вот этот критический радиус. Привариваем. И потом попробуем закрутить валюту. Посмотрим что у нас получилось. Ну вот что у меня получилось. Готов кондуктор. На что еще хотел заострить внимание. То есть поверхность заготовки, поверхность полосы и поверхность фиксатора должны быть строго перпендикулярны плоскости наковальни. Ну или плоскости этой листа. Почему? Для чего? Чтобы валюты, особенно из квадрата, закручивались равномерно. Без перекосов. Все знают, все сталкивались, что при закрутке валюты квадрат частенько выворачивает. Так вот, чтобы этого не было, строго перпендикулярно привариваем к плоскости. И фиксатор тоже. Это важно при... Фиксатор почему? При гусину лапку, когда закручиваем, если он приварен под углом, не 90 градусов, то соответственно и закручиваться будет также. В итоге получим кривое. Лучше один раз сделать все тщательно, чтобы у нас потом как бы получалось все нормально, все аккуратно и красиво. Еще срезал углы на листе. Для чего? Чтобы элементарно не цепляться робой, когда ходишь вокруг наковальни и закручиваешь валюту. Бывает частенько, что цепляешься. Это как бы лишнее неудобство. Лишнее время. Ну и техника безопасности соответственно. И как бы приваривайте кондуктор тщательно, потому что у меня был случай, что как приварил плохо, плохие были электроды. Слаг не отбил, не проверил. Когда закручивал валюту, все знают в каком это напряжении происходит. Центр тяжести смещается у тела. И тупо отлетел кондуктор. И я вместе с ним метра на два с этой заготовкой горячий ушел. Благо там никаких острых углов не было. Ну, задницу отбил нормально, добряче. Поэтому приваривайте хорошо. Ну и как логическое завершение всего нашего действия, попробуем сейчас сделать валюту на ново изготовленной матрице. Ну вот, нагрелась заготовка. Сейчас сделаем валюту к вытаске. Мои любимые. Мои любимые. Субтитры сделал DimaTorzok Вытяжку закончили, сейчас будем закручивать в руки Отромляем окончание, делаем колечко Небольшое Как я уже говорил, лучше сразу придать изгиб заготовки Ну и закручиваем Раньше, чтобы плавно закручивались валюты Я полностью грил заготовку на всем протяжении закрутки Это было долго, это уходило много угля Сейчас Я закручиваю несколько иначе То есть Пока Заготовка Горячая Закручиваем до тех пор До нагретого И Внимание Вот Закончился у нас нагрев Дальше Пошла холодная заготовка То есть Если мы будем продолжать закручивать То здесь образуется излом Поэтому Я Вилкой Зажимаю это место Не давая образоваться излом Вот Подгибаем И дальше При помощи вилки Закручиваем валютку На холодную Вот 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 такая у нас Получилась Заготовка Ровненько Ровненько Вот Вот такая валютка Получилась Теперь Допустим Мы хотим Чтобы Валюта была Больше закручена Больше Спираль Плотнее Просто Берем Кондуктор Большего Диаметра При Правильном Изготовленном Кондукторе При правильном Развитии Спирали То есть Подойдет Как бы Любой Большего Диаметра Сейчас Это все В принципе Увидим Вот Наша валюта Легла Легла В Более Большой Кондуктор Вот И Сейчас Как бы Ее И докрутим На Больше Диаметра На Больше Немного Короткая Заготовка Ничего Страшного Думаю Принцип Ясен Вот Такая Получилась Валюта У нас Ну Что Ну Всем Спасибо До Следующих Видео Вот В следующем Видео Покажу Как Делать Кондуктор На Готовые Элементы Там Балясины Решетки Ну Посмотрим Раска Вместе Посмотрим Вместе Сделаем Какой-нибудь Кондуктор Всем пока До Следующих